ЗВОНОК В ДВЕРЬ Лазерных технологий в медицине. И нельзя не сказать о применении лазера в такой отрасли медицины, как стоматология. Мы уже говорили в одной из передач, что с помощью лазера можно отбелить зубы. И сегодня мы покажем, как с помощью лазера можно производить операции на твердых тканях зуба. То есть препарирование зубов с помощью лазера. У нас в студии аппарат лазерный, комбинированный. С помощью него можно работать как на твердых тканях, на зубах непосредственно, так и на мягких тканях. А также их использовать и для отбеливания зубов. Проводя стоматологические операции непосредственно на пациенте в кресле, очень сложно показать это так наглядно, как мы сегодня покажем у нас в программе на модели. Я для этого взяла модели человеческих зубов. У меня есть зуб удаленный человеческий. Я точно знаю, что это зуб восьмой с верхней челюсти, потому что я его сама удаляла. И я его сейчас помещу в эту модель. И здесь мы крупным планом наглядно покажем, как работает лазер на твердых тканях зуба. Я для этого зафиксирую его сейчас в челюсти при помощи специального стоматологического силикона. Ирочка, а много ты зубов в своей практике удалила? Я даже их не могу сосчитать. Я работаю больше 10 лет практикующим стоматологом, поэтому я думаю, это большое количество зубов, которых я удалила. Беру специальный стоматологический силикон. На самом деле вот здесь сейчас никаких волшебных манипуляций я не произвожу. Это просто средство зафиксировать живой зуб в наглядной модели. Вот я точно знаю, какой стороной он должен быть помещен. Ну, принцип действия эрбиевого лазера на твердых тканях зуба заключается в том, что пучок энергии воздействует с молекулами воды и молекулами гидроксиапатитов. И за счет... Происходят такие микровзрывы. За счет них отлетают тончайшие кусочки эмали и дентина. И вместе либо с кариозно разрушенными тканями, либо если мы, например, как-то обрабатываем поверхность здоровых тканей, просто идет обработка здоровых тканей зуба. Но в основном это воздействие лазера, то есть пучка света, и молекул воды, содержащихся в зубе. Но воздействие вот этого пучка энергии настолько кратковременно, что воздействие на нервные окончания минимальное, и поэтому болевой чувствительности практически не возникает. И если многие люди даже не представляют себе, как возможно им там сверлить зубы без обезболивания, процедура препарирования твердых тканей при помощи лазера практически безболезненна и очень часто даже не требует анестезию. И потом очень важен психологический момент, то, что у многих есть в принципе страх перед стоматологом, перед кабинетом, перед бормашиной с этим звуком. При работе с лазером этот звук отсутствует, этот аппарат сам немножко по-другому выглядит, и поэтому может более комфортно просто переносить эту процедуру. А у меня такой вопрос, а в детской стоматологии применяется этот аппарат? В детской стоматологии это применяется наиболее широко, потому что детишкам очень сложно вообще вот это психологически попасть в кабинет, этот звук здесь легко переносится, абсолютно безболезненно. На молочных зубах и как профилактическая процедура это может быть, так и лечебно убрать кариес, потом какими-то герметиками обработать. В современной медицине и в современной стоматологии РБВР лазер применяется достаточно широко. Пока мы разговаривали, у меня уже этот зуб плотно зафиксировался. Я надеваю очки, потому что при работе с любым лазером абсолютно, вот мой коллега Алексей Добровольский не даст мне солгать, обязательно нужно надевать очки. У меня выставлены уже параметры для работы с эрбиевым лазером. Это мощность, это частота. Частота обозначает количество импульсов в секунду. Подача воды, подача воздуха. Ну вот я единственная, я здесь подачу воды, может быть, немножко добавлю одну единицу параметром. Что мы будем сейчас делать? Мы видим на зубе пигментированную фиссуру. Фиссура – это естественное углубление в зубе. Это значит начальная стадия кариеса. Ну, представим, что у человека мы не хотим, чтобы этот кариес развивался. Нам надо удалить эти разрушенные твердые ткани зуба и в дальнейшем загерметизировать специальным материалом. Значит, у нас лазер готов к работе. Мы сейчас увидим и услышим, с каким звуком он работает и как он работает на твердых тканях. Здесь хорошая подача водно-воздушная. И, опять же, это снижает и практически устраняет болевую чувствительность. Вот мы не слышим вот этого привычного всем звука бор-машины. Мы видим, как постепенно удаляются вот эти разрушенные твердые ткани. Что еще важно, что при такой обработке зуба традиционным способом, то есть бор-машиной и бором, на зубе могут возникать микротрещины и сколы эмали. Здесь при обработке лазером поверхность сразу округлая. Ее не нужно дополнительно обрабатывать кислотой перед работой со стоматологическими материалами, которые применяются для запечатывания, для герметизации фиссур, потому что эта поверхность сразу же становится автоматически обработана при помощи лазера. Вот таким образом мы увидели, как работает лазер на твердых тканях. Я снимаю очки рабочие. И дальше достаточно просто обработать зуб герметиком, залить специальный герметизирующий состав, он либо в торс содержащий, может быть, либо любой композитный материал, и засветить это лампой. Таким образом можно лечить кариес в определенной стадии, можно запечатывать фиссуры, можно работать с молочными зубами. И можно препарировать зубы. Все с помощью специального стоматологического эрбиевого лазера.